В эфире программа День города, в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Мошенники атакуют. Под угрозой пенсионеры. Четыре тонны некачественной продукции выявили в прошлом году сотрудники Рязанского Роспотребнадзора. И школьникам придется сдавать экзамен по устной речи. Полицейские отмечают, проблема мошенничества остается довольно острой. Жертвами зачастую становятся пенсионеры. Способы обмана разные. Результат один. Пожилые люди остаются без денег. За мошенничество дают до шести лет тюрьмы. Но поймать таких аферистов задача для полиции не из легких. В большинстве случаев подобные дела нераскрываемые. Поэтому стражи порядка большую роль уделяют профилактике и предупреждению. В период Нового года произошел спад деятельности мошенников, работающих через интернет или сотовую связь. И тех, кто предлагает свои услуги под видом представителей газовой службы или социальных работников. И вот сейчас наступил пик их активности. Сотрудники полиции работают во взаимосвязи друг с другом на общих собраниях. Ежедневно с утра зачитываются сводки происшествий. Выясняется, в какой сфере были совершены преступления и в отношении каких категорий граждан. На основании данных сводок мы ежедневно проводим анализ. Выявляем наиболее уязвимые места, а также районы, где проводились мошенничества, совершались. На основании анализа мы проводим совещание, на котором определяем круг обязанностей участкового, которое необходимо ему провести для профилактики данного вида преступления. Участковые – это первая инстанция на пути предотвращения преступлений. Ежедневно они проводят беседы с гражданами, рассказывают о возможных видах мошенничества и раздают памятки, в которых рассказывается правда о мошенниках и методах решения странных ситуаций. Одновременно с этим участковые выясняют, происходят ли сейчас мошеннические действия в районе. Вам когда-нибудь обращались люди, которые пытались чем-то заманить, денежные средства с вас взять? Вот на той неделе, но он ничего не успел сказать. Он сказал, мы предлагаем льготы пенсионерам. У вас пенсионеры есть, мы предлагаем вам льготы. Ну, муж говорит, не надо нам ничего. Он вообще даже, мне кажется, что выпивший даже какой-то парень. Какая служба приходила к вам? Не, а он не успел сказать. Муж закрыл дверь и все, у нас общий коридор закрывается, поэтому туда прям... И как часто у вас такие у вас бывают? Нет, вот первый раз. Ваш сын или ваш дочь я уже забыл. Вот попали в аварию страшную. Нужно помочь им. Я говорю, ну вы извините, у меня дочерей нет, у меня только сыновья. В таком духе ответил. И они бросили тропку. Вот что, что выиграли было. Так, а как бы данная ситуация действовала? Никак, не звонил, да и все. А вот если придет смс, что ваша карта заблокирована, что будете делать? Ну, вообще-то мне говорили, что лучше не открывать это совсем сообщение. Потому что с моей карты действительно снимут деньги. Да? Скорее всего, наверное, так и будет. Вот. Ну, я, в общем-то, наверное, открывать я не буду. Но иногда бывает, когда что-то такая ситуация, неоднозначно, если по банку что-то, то можно позвонить на горячую линию. На горячую линию, которая написана где? На карточке. На карточке, но не на смс. Нет, на карточке. Что скажут, что я буду делать? То есть переведете деньги на тот счет, который вам укажут в смс-ке? Да. Подобного рода мошенники будут промышлять, пока люди реагируют и поддаются на их уловки. Избегают проблем те, кто выучил правила поведения с преступниками, как дважды два-четыре. Я сразу понял, что это хотят с меня получить просто так, как с куста снять денежки. Ну, вот так. Потому что я читал, газеты читаю. Это просто я работаю в школе, но учителя там говорили об этом. Проводится. Да. Вот я вам хочу памятку вручить. Здесь написано «Осторожно, мошенники». Все вместе, которые в последнее время мошенники осуществляют, еще вот если что, соседям отдайте с вами. Хорошо. Профилактические ролики в интернете, в крупных торговых центрах, рейдовые мероприятия, пожилым домам и организация. Все это делают полицейские. В школах, в офисах, везде регулярно проводятся беседы, призывающие к бдительности. Но самыми ведущимися на провокации мошенников по статистике остаются пожилые люди. Люди в пожилом возрасте очень много хотят общаться и не всегда есть возможность это делать, поэтому любой человек, пришедший в гости, часто воспринимается действительно другом. Людям в пожилом возрасте хорошо быть чуть более настороженными. Но это им дается с трудом. По словам психологов, с возрастом у людей развивается доверчивость. И некоторые странные детали при общении с незнакомцами они часто выпускают из виду. Опыт у людей достаточно большой, но в данном периоде возрастном не хватает общения. Часто и со сверстниками, и со своими родственниками. Поэтому опыт не оказывает влияние на то, чтобы люди не попадали под мошенничество. Хорошо бы, чтобы родственники и знакомые пожилых людей начали уделять им больше времени. А тем, в свою очередь, пойдет на пользу общение с друзьями, знакомыми, детьми и близкими, и с теми же участковыми. Они сейчас нам говорят, что да, я знаю, что это мошенничество. Но основная масса людей, они уверены, что с ними этого никогда не произойдет. И когда им проступает этот звонок, они начинают действовать так, как им сердце подсказывает. И если это систематически про это все-таки говорить, это как в школе. Если мальчику или девочке в таком возрасте постоянно говорить, то он все это начнет осознавать. Старые люди, они как маленькие считают. Еще раз напоминаем о необходимости заботы о своих близких. Чем больше раз вы проговорите в семье о проблеме мошенничества, тем лучше. А если столкнетесь все-таки с неожиданными гостями или странными сообщениями, не спешите открывать дверь или переводить деньги на незнакомый номер телефона или банковской карты. Посоветуйтесь с близкими, с соседями. Спросите документы у тех людей, которые представились, например, от имени газовой службы. Затем позвоните в соответствующую организацию, чтобы проверить, настоящие ли это газовщики. Четыре тонны некачественной продукции было снято с реализации за прошлый год в Рязанской области. Это около тонны молока, 400 килограммов мяса и мясной продукции, 200 килограммов кондитерских изделий. Но больше всего нареканий к фруктам и овощам. В них обнаружены пестициды, радионуклеиды, свинец и ГМО. Также в 2016 году Роспотребнадзор по Рязанской области выявил три предприятия-призрака. Речь идет о продукции, на этикетках которой были обозначены производители, якобы находящиеся на территории региона. Парковка на вокзале Рязани-1 снова станет платной. Она будет работать круглосуточно, стоимость одного часа стоянки обойдется в 30 рублей. У парковки появился новый арендатор, с ним власти города заключили договор. Напомним, предыдущий отменил первые бесплатные минуты нахождения на территории вокзала и также задолжал в муниципальный бюджет изрядную сумму за аренду участка. В декабре власти расторглись с фирмой договор и закрепили 15 минут без оплаты на платных парковках. Известно, что лицеист Александр Пушкин владел искусством публичного выступления не хуже, чем о заместях и сложения. Продемонстрировать свои навыки теперь придется девятиклассникам. В этом году они впервые издадут экзамен по устной речи. Пока проект пилотный, но со следующего года экзамен станет обязательным. Подробности в репортаже Галины Ершовой. Правильные интонации, красивый тембр голоса и искусство убеждения. Министр образования уверена, что помимо письменных работ ученики должны уметь правильно говорить. В этом году девятиклассники сдадут пробный экзамен по устной речи. Со следующего года он станет обязательным наравне с русским языком и математикой. Но кто поможет подготовиться, если в школах нет предмета по технике и культуре речи, а на уроках литературы занимаются совсем другими вещами. На помощь придут кружки или самообразование, ведь публичное выступление – это отдельная наука. Там и момент арфа и эпи есть, это правильное литературное произношение, дикционные проблемы, которые часто у детей бывают. И самое главное – сейчас идет эмоциональная зажатость ребенка. Не бояться публичного выступления, чувствовать себя очень свободно, раскованно – это уже момент актерского мастерства. Подготовиться к такому экзамену за 2-3 дня не получится. Чтобы получить первые результаты, придется заниматься несколько раз в неделю, хотя бы полгода. На помощь придут несложные упражнения. Глубокий вдох и мощный выдох, скороговорки, разогрев мышц лица. Смешные упражнения принесут огромную пользу, но делать их нужно регулярно. А чтобы обогатить свою речь удачными оборотами, старайтесь побольше читать и лучше вслух. Надевать не стану юбку узкую, но чтобы казаться чуточку стройней. Я люблю свою фигуру, русскую. Как там говорится, все при ней? Но главное стоит помнить, что грамотная и вежливая речь – это образ жизни, который может стать вашей профессией. Учителя, актеры, журналисты делают эти упражнения каждый день. При этом их настроение и домашние проблемы остаются за кадром. К сожалению, об этом простом требовании забывают сотрудники муниципальных служб, чья работа также связана с ежедневным общением с людьми. В нашу компанию регулярно обращаются жители города, которым нахамили по телефону и не захотели помочь. В течение трех дней я дозвониться не смог в теплосеть. Вот в платежку берешь, там номер телефона. Они или не берут, или заняты, не берут, или заняты. А люди, которые дозвают, всех отсылают к президентам. Вот скажите, пожалуйста, что происходит на совхозном проезде 15? Почему там мусор никак не вывозят? Директор, звоните. Там не берут трубку. Я вот просто живу в 15-м доме, можете... Не знаю, мы вас не обслуживаем, поэтому все вопросы с директором. А кто должен обслуживать? С директором, я вам сказала, все вопросы. Скажите хоть что-нибудь, что там происходит? С подобным поведением люди сталкиваются постоянно. Причем в итак стрессовой ситуации. Ведь поводом для звонка в управляющую компанию или ЖЭО становится отсутствие горячей воды, отопления или даже потоп. Психологи советуют не идти на поводу у скандалистов и сохранять спокойствие. Когда мне начинают хамить, а там автомобилист или еще кто-то не так припарковался, я всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Это рвешь шаблон. Однако запаса терпения хватает не всегда. Мы надеемся, что отзывчивость и грамотная речь станут нормой для всех, чья профессия связана с людьми. А новый экзамен придется сдавать не только школьникам. Вопрос, почему вокруг всех хамят, наверное, входит в топ вопросов, на которые русский человек не знает ответа. На самом же деле не все так печально и некорректное поведение свойственно далеко не всем. Это подтверждает видео, которое появилось в сети. Его автор запечатлел рязанского рабочего, который чистит снег и декламирует стихи. Стоит отметить, что герой ролика трудится с усердием, а стихи читает с выражением. Правда, вот учить стихи и тренироваться в раторском мастерстве громко не получится. По крайней мере, ночью точно. Нарушения режима тишины в жилых домах будут фиксироваться и наказываться. Размер штрафов за ночной шум указан в новой редакции проекта «Закон о тишине». Согласно ему, жители будут штрафовать на 3000 рублей. Должностных лиц на 8, юридических на 15. При повторном нарушении суммы вырастут. Хочешь, я убью соседей, что мешают спать? Никогда не всплывала в голове эта фраза, пожалуй, только у ярых нелюбителей земфиры. Ну или у тех, кому повезло жить вдали от городской суеты и звуков жизни мегаполиса. В наше время тишина роскоши, несмотря на современные возможности, которые позволяют максимально шумоизолировать квартиру со стройками под окнами или соседями, делающими ремонт годами, бороться непросто. Девушка, выложившая это видео в сети, рассказала, что живет в новом доме и вот уже где-то месяца. Это делающий ремонт соседи активизируется по ночам. Два-три раза в неделю засыпать приходится под звуки перфоратора. На данный момент осверлить, слушать музыку, петь песни и развлекаться другими подобными шумными способами можно до 11 часов вечера. И до 7 утра тишина должна быть вам обеспечена. В противном случае, вместо того, чтобы страдать от потерянного сна, бить по батареям, взывая к совести соседа, не обязательно. Сотрудники полиции рекомендуют звонить 02. Как реагировать на данную ситуацию? Это, соответственно, вызов сотрудника полиции, который приезжает на вызов, фиксирует данный факт, берут объяснение от очевидцев, свидетелей, также принимают заявления от потерпевших страны, опрашивают сторону, которую нарушало. Далее собирается материал по делу и отправляется в префектуру района, после чего штраф, наложенный на нарушителя, возможно, сделает его более ответственным, а вам обеспечит крепкий сон. А вот бороться с теми, кто шумит средь белой дня, мешаясь под детям, да или просто сводит с ума неприятными звуками, пока сложно. Но эту проблему планируют решить и на законодательном уровне. На рассмотрение находится закон, который обеспечит россиянам тихий час с 13 до 15.00. Сейчас вносится на рассмотрение то, что добавит еще нарушение в обеденный период. То есть это нарушение как от строительных шумов, от шума музыки и вплоть до шума от проживающих вместе с хозяевами животных. Поживем, что называется, увидим, а ну или услышим. Если повезет, то действительно тишина. И в случае со стройками или бесконечным ремонтом в новостройках это, скорее всего, действительно поможет. А случаи между тем и бывают разные. И что самое удивительное, иногда страдают не только те, кому шумно, но и те, кто якобы шумит. В одном из рязанских фитнес-центров эпопея длится вот уже несколько лет. Из-за того, что центр находится в жилом доме, жильцы жалуются на музыку, которую слышно во время занятий. Чего только не пришлось пережить руководством. Вызовы милиции, угрозы закрытия, дело, доведенное до суда и в итоге заключение как Роспотребнадзора, так и независимой экспертизы для собственного успокоения. Уровень шума не превышает предельно допустимые нормы. Казалось бы, все по закону и можно выдохнуть, но не тут-то было. И даже то, что закрывается центр в 9 вечера, а шумных занятий в самом злополучном зале давно нет, по гуманным соображениям. Зато есть дополнительная шумоизоляция. Особо упорные жители по-прежнему не хотят мира. Несмотря на все, что мы прошли, вот эти огни и воды, и вот эти доказательства, ну как бы все равно покоя нас не оставили. Постоянно поступают звонки, постоянно с угрозами, да, с шантажом. Очень сложно иногда работать, потому что такие иногда и лечебные, у нас гимнастика ведется, и оздоровительные, когда люди там просто приходят отдохнуть, и такая, конечно, нервотропка. Эти жильцы могут врываться к нам в центр, например. Ну, то есть до сих пор это все продолжается. Ну, мы стараемся быть лояльными, спокойно решаем все в мирном, мирном русле. Так что, видимо, пока мы сами не научимся быть ответственнее друг перед другом и идти на уступки, вряд ли войны шумящих и страдающих когда-нибудь закончатся. Ведь на самом деле несложно выключить музыку, если она действительно мешает споднем ребенку. Не оставлять скулящую собаку на целый день одну. И просто помнить, что сверлить по ночам и буянить под окнами как минимум некрасиво. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин